Ну а сейчас заглянем в следующую неделю и проанонсируем выход в свет книги к 95-летию легендарной разведчицы Надежды Викторовны Троян. Что надо знать и помнить о её уникальной судьбе. Дмитрий Хрусталёв. Ребята, вы знаете, кто такая Надежда Викторовна Трояна? Как вы думаете, почему бюст Героя Советского Союза установлен на здании Музея Истории Медицины? Ответ на этот вопрос после подробной экскурсии десятиклассники и будущие медики уже наверняка знают. Легендарная разведчица, совершившая свой подвиг в оккупированной фашистами Белоруссии, в мирное время Троян посвятила себя медицине и стала знаменитым врачом-хирургом. Но об этом чуть позже, а пока в Минск. Это звезда Героя Советского Союза Надежды Троян. И вот эти часы, это последний прижизненный подарок, который был вручён именно от нашего президента. В новом здании Белорусского музея Великой Отечественной партизанскому движению посвящён целый зал. Фотографии Троян, Осиповый и Мазаник висят рядом на стене не случайно. Вместе осенью 43-го они участвовали в операции по уничтожению наместника фюрера Гауляйтера Вильгельма Кубы. При одном моём имени у белорусов должна леденеть кровь, любил повторять присутствие подчинённых Кубы. Личный друг Гитлера, убеждённый нацист, за два года его правления в оккупированной Белоруссии были убиты сотни тысяч человек. На улицах городов стояли виселицы, в Минском гетто казнили без суда и следствия. Но даже несмотря на развязанный террор, подавить партизанское движение немцам так и не удалось. Более того, самого Кубы много раз пытались устранить. Хотели подорвать в театре, убить на охоте, пытались отравить, но каждый раз он оставался жив. После череды неудачных покушений стало ясно, чтобы ликвидировать Гауляйтера, надо подобраться к нему очень близко. И именно связной и разведчицы Надежде Троян поручает любой ценой найти выход на окружение Кубы и завербовать нужного человека. Елене Мазаник, единственной из всей прислуги, разрешалась изредка покидать территорию охраняемого особняка Гауляйтера Кубы. В этом сквере, напротив больницы, она сохранилась до сих пор. Мазаник несколько раз встречалась с Надеждой Троян. Рисковали, конечно, обе девушки. Оккупированный город, вокруг немецкие патрули. Мазаник долго колебалась и не соглашалась сотрудничать. Но когда наконец согласилась, то принесла на это место, на встречу с Троян, подробный план охраняемого особняка. Полученную информацию и рисунок с расположением комнат Троян передает в отряд. В постель Гауляйтеру было решено подложить минус с часовым механизмом. Через несколько дней после Троян на Мазаник выходит еще одна подпольщица. Мария Осипова передает Елене Мазаник мину вот такого образца. И Елена Мазаник вот в этой самой сумке проносит мину в дом Кубы. Все дело в том, что исполнителя по ликвидации спецслужбы искали с разных сторон. Приказ уничтожить Кубы был поставлен одновременно перед двумя советскими спецслужбами. Разведкой генерального штаба и перед разведкой госбезопасности. Но Надежда Троян, рассказывает нам ее сын, тогда этого знать не могла. И через несколько часов после смерти Кубы, когда весь город был оцеплен и немцы тщательно проверяли всех женщин, она с миной в коробке из-под торта отправилась в центр Минска. К ней направляется офицер гестапо. Все, секунды. И в этот момент она замечает, что рядом стоят молодые солдаты в форме вермахта. Это оказались чехи и словаки, которые служили в немецких частях. Вместе с ними она заходит в казарму, пошутили, чайку попили. Вечером, ночью они выводят ее из города. А через несколько дней они приходят в расположение партизанского отряда и становятся его бойцами. Дважды за Отечественную войну немцы объявляли национальный траур. После разгрома армии Паулюса под Сталинградом и в день убийства ближайшего соратника Гитлера. Подобных почестей фюрер не оказывал никому из своих приближенных. Минске в своей резиденции на улице Энгельса убил генеральный комиссар Белоруссии Гауляйтер Вильгельм Кубе. Надежду Троян, Елену Мазаник и Марию Осипову вместе с родными самолетом благополучно вывезли на Большую Землю. Еще через несколько месяцев им были вручены золотые звезды Героев Советского Союза. В 95-летию со дня рождения Троян известный журналист по истории спецслужб Николай Долгополов выпустил книгу о легендарной разведчице. Впервые здесь представлены неизвестные ранее рассекреченные документы. Это допрос Троян. То есть, понимаете, человек совершает подвиг, через несколько дней ей должны присвоить или звание Героя Советского Союза, или наоборот. До этого жесточайший, тяжелейший, я бы сказал, откровеннейший со стороны Надежды Троян допрос. О ликвидации Кубы в СССР в 58-м был снят художественный фильм «Часы остановились в полночь». Имена главных героев в картине были вымышленные. А вот о роли Надежды Троян в осуществлении операции не говорилось ни слова. Возможно, потому что раскрывать ее имя тогда было рано. В этом здании, где сейчас находится Музей истории медицины, был ее кабинет рабочий. Она была проректором по воспитательной работе, работала со студентами очень много. Вернемся в здание на Большой Пироговке. На первом этаже в Музее медицины мемориальный кабинет Троян. Рядом с наградами за годы Великой Отечественной грамоты и благодарности за работу уже в области медицины. Проректор мединститута имени Сеченова Троян много лет была председателем Советского Красного Креста. На этой фотографии она в Иране на встрече с супругой шаха Риза Пихлеви. Совпадение или нет, но в 73-м Надежду Троян наградили орденом Красной Звезды. Получен он был в мирное время, но за подвиги и дела сугубо гражданские его не давали. Возможно, корни награды где-то вот лежат в пока закрытой нам области отношений и налаженные отношения с шахом Риза Пихлеви, который целиком и полностью находился под влиянием, скажем так, американским, был пилотом, летал на американских самолетах, а пересел и летал на советских, на мигах тоже, представляете? Я думаю, что здесь есть и какая-то заслуга очень большая Надежды Викторовны. Какая, пока неизвестна. И вряд ли скоро мы это узнаем. Бывших разведчиков, как известно, не бывает. Дмитрий Хрусталев, Станислав Петров, Иван Лавриков, Иван Уткин и Виктор Коржановский. Вести в субботу. Минск. Москва.